Всем привет! С вами Таня Генерал и это канал Субъективно об Америке. Давненько мы с вами ничего не готовили. В сегодняшнем видео хочу показать вам пять интересных и простых идей для приготовления завтрака. Вводное условие простое. Завтрак должен быть здоровым, полезным, вкусным и быстрым. Давайте посмотрим, что у меня тут есть. В первую очередь каша, наше все. Это будет номер один. Традиционная овсянка, которая идет нерастворимая, а для того, чтобы варить. Овсянка. И по совету моих подписчиков на ютубе, я теперь добавляю в овсянку семена льна. Такие. Смешивать их один к двум с овсянкой и заваривать кипятком. Таким образом, завтрак номер один, это вот такая комбинация. Овсяные хлопья, допустим, чашка и половина чашки семян льна насыпаются в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Туда добавляется корица. Я люблю корицу и корица очень полезная вообще для всего на свете. И в таком виде это хранится у меня в офисе в столе и каждый раз, когда мне нужно, я использую вот такую кружку с очень плотно закрывающейся крышкой. Заливаю это все кипятком, где-то так еще на палец сверху. И добавляю туда мой волшебный ингредиент. Это миндаль. Он покрошен кусочками. Здесь он так уже и продается. Это завтрак номер один. Овсяные хлопья с семенами льна, заваренные кипятком. Если хочется чего-нибудь интересного и если у вас завалялось что-нибудь с прошлых ужинов, с прошлых обедов, можно добавить в эту кашу банан, любые ягоды или яблоки. Завтрак номер один. Завтрак номер два. Мой любимый творог. Как вы помните, в Америке с творогом немножко напряженка в том плане, что традиционного в русском понимании творога здесь нет. Здесь продается зернистый творог. По совету подписчиков я теперь тоже делаю традиционный творог в домашних условиях. Об этом будет отдельное видео, потому что это целый процесс. Сегодня для демонстрации я купила вот такой творог, потому что его я тоже ем. С этим творогом точно так же отлично сочетается миндаль. Сюда же пойдет у нас мед. И сюда же опять по желанию, если у вас есть фрукты, овощи, все что угодно, оно точно так же может быть добавлено в творог и будет нам всем счастье. Это завтрак номер два. Завтрак номер три. Все мы помним, что хлеб это, как говорила небезызвестная Раиса Захаровна, хлеб это просто смерть. Да, я знаю, что хлеб это смерть, но, к сожалению, иногда я себе подобные глупости позволяю. Я покупаю вот такие лепешки. Они называются наан. Я подозреваю, что у них есть какие-то восточные корни. Подобные лепешки я употребляю для завтрака в двух видах. Я либо ее разогреваю в микроволновке и делаю это с маслом, либо я делаю обратный процесс. Я нарезаю ее на небольшие кусочки и быстро на сухой сковороде подсушиваю до состояния почти что крекеров. И в этом случае это также может быть либо масло, либо арахисовое масло, либо еще одна для вас новость. Да, миндальное масло. Ну, это в традиционном виде, конечно же, не масло, это измельченный миндаль. Точно так же, как арахис здесь измельчают в специальных машинах прямо в магазине, точно то же самое делают с миндалем. И получается вот такая паста. И с ним очень хорошо идут такие подсушенные ломтики хлеба. И точно так же его очень вкусно добавлять в творог. И он дает на удивление совершенно другой вкус. Казалось бы, это тот же самый миндаль, только обработанный немножко другим способом, измельченный сильнее. Но вкус получается совершенно другой. Сам по себе, конечно, просто ложкой его есть, он тоже очень вкусный. Это у нас был завтрак номер три. Хлеб с маслом. Завтрак номер четыре. Сейчас все будут смеяться, потому что это... Та-дам! Гречневая каша. Гречневая каша в Америке есть, и мы ее едим. И даже американцы, которые распробовали гречневую кашу и знают, как ее правильно есть, говорят, «Ммм, какая классная штука». Гречневая каша для завтраков у меня идет в сочетании с маслицем. Ничего не могу сделать. Мое сибирское прошлое дает о себе знать. В условиях сибирских морозов масло было хорошим и быстрым источником тепла и энергии, поэтому к маслу у меня нежная любовь. Я его периодически употребляю. Это был завтрак номер четыре. Гречневая каша. На самом деле, гречневая каша является частью другого процесса. Процесс приготовления полезной, простой, быстрой еды на обеды, на ужин и на всю неделю. Но это тема совершенно другого видео. Об этом я вам расскажу отдельно. Просто отметим, гречневая каша в хозяйстве должна быть всегда. Она полезная, она простая, она быстрая и очень вкусная. И употреблять ее можно в совершенно разных видах. Завтрак номер четыре. Гречневая каша с маслицем. И завтрак номер пять. Сейчас будет небольшое представление. Завтрак номер пять. Пол банки консервированного лосося, одно вареное яйцо. Все измельчаем и разминаем вилкой в чашки. Готово. Не забудьте оставить бульон, который в банке с лососем. Если получается суховато, можно добавить чуть-чуть йогурта, разбавленного горчицей и лимонным соком для вкуса. В крайнем случае, если ваша религия позволяет вам потреблять майонез, можно добавить немножко майонеза. Я не добавляю. Такое блюдо получается, как такая рыбная паста, очень питательная и вкусная. И она точно так же может пойти вместе с подсушенным хлебом или с разогретым хлебом. И даже с гречневой кашей. Таким образом, у нас получилось пять завтраков. Я уверена, что эти пять идей о простых и быстрых завтраках вам очень помогут и дадут вам какие-то новые идеи для собственных завтраков. Пожалуйста, делитесь своими соображениями в комментариях. Всегда самое интересное происходит в комментариях. У меня на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, поделиться моим видео, потому что всегда найдется кто-то, кому это может оказаться полезным. Ну и, как обычно, далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока! Где еще можно найти новости о канале Субъективно об Америке? Конечно же, в первую очередь, это моя персональная страница в Facebook, которая тоже так и называется. Субъективно об Америке. Чаще всего там оказывается хроника моей американской жизни. Это фотки, короткие видео, какая-то смешная или полезная информация. Поставьте лайк, и вы будете получать все обновления с этой страницы. Конечно же, я присутствую и в социальной сети ВКонтакте. Там есть у меня персональная страница. Туда идут перепосты. Не могу сказать, что это мое любимое место, но там тоже можно следить за новостями. Следующее место – это Инстаграм. Инстаграм по праву занимает второе место среди моих любимчиков. Там я пащу фотки, иногда короткие видео. И это те фотографии, которые меньше и реже всего оказываются где-то еще. То есть, если вам интересно посмотреть какие-то новости из американской жизни, подписывайтесь на мой аккаунт в Инстаграме. Одноклассники. Там я присутствую только для тех, у кого нет других никаких аккаунтов. Страница в Одноклассниках обновляется сравнительно регулярно. Там чаще всего просто ссылки на опубликуемые видео. Также у меня есть мой персональный сайт, где можно получить информацию о коучинге, о других моих услугах, о консультациях, обо всем прочем. Ну а если у вас все еще остались вопросы, то самый простой способ задать их – это воспользоваться старым добрым методом – отправить голубинную почту. Ха-ха-ха.